самые крупные ошибки человека в попытке приручить природу хотели как лучшим а получилось как всегда с некоторыми результатами этих рискованных затей мы вынуждены жить до сих пор привет меня зовут евгений это проект популярная география на канале вселенная beautiful world все лучшее корова борщевик сосновского растение высотой до 3 метров с крупными белыми цветками соцветия в виде зонтика знает каждый российский дачник а еще он знает что вывести борщевик сосновского с участка практически невозможно при этом растение ядовито немало кто знает что изначально растение встречалось только на кавказе и ближнем востоке однако после великой отечественной войны советские власти решили что нужно срочно восстанавливать сельское хозяйство качестве силоса идеально подошел борщевик сосновского быстро растет переносит морозы жару и не требует ухода лишь спустя время колхозники поняли что новые протеже вызывает ожоги у людей делает коровье молоко горьким и вытесняет другие кормовые культуры выращивать борщевик сосновского перестали но захватом новых территорий он прекрасно справлялся и сам так достоинства превратились в недостатки 2015 году министерство сельского хозяйства признал растение сорна теперь у многих регионов есть собственные программы по уничтожению борщевика правда победить его пока не удалось взрывающиеся штаны 1930-х годах в газетах новой зеландии писали о взрывающихся штанах сначала это выглядело курьезом и такой первоапрельской шуткой но случая становилось все больше штаны и возгорались как на бельевой веревке так и в шкафу и даже на самом хозяеве расследование показало что взрывались исключительно одежда фермеров оказалось виной тому неудачная борьба с крестовником луговым безобидное вроде бы растение завезли из европы в конце 19 века но скотт его избегал предпочитая клевер и сорняк начал стремительно распространяться вытесняя другие кормовые культуры начале 20 века захватчиком решили бороться всерьез и начали обрабатывать его хлоридом натрия крестовник действительно погибал вот только хлорид натрия при контакте с любым органическим компонентом вызывает воспламенение а так как хлопчатобумажные брюки фермеров оказались пропитаны веществом результат был предсказуем к счастью в ситуации быстро разобрались и власти запретили ядовитую отраву а что же с крестовником спросите вы справиться с ним не удалось до сих пор в 2004 году в страну завезли несколько видов европейских бабочек гусеницы которых грызут корни и соцветия крестовника взрывов конечно от них нет но не возникнут ли другие проблемы лягушачьи фермы все те же 1930-е годы соединенные штаты америки период великой депрессии компании закрываются а пыльные бури лишают фермеров урожая не лучшее время для начала бизнеса но альберт бройл решил рискнуть и основать компанию по консервированию лягушек вернее лягушки быка которая является одним из самых крупных видов семейства при длине 15-20 сантиметров она весит около 450 грамм собственная ферма не могла обеспечить работу компании и бройл начал принимать поставки американцы ухватились за возможность разбогатеть и в стране стали открываться лягушачьи фермы а затем начались проблемы оказалось большинство лягушек умирает не достигнув нужного размера чтобы снизить потери особей надо защищать от других видов и даже от собственных родителей другая проблема заключалась в том что лягушка бык очень много есть причем пища должна передвигаться постоянное производство живого корма стала еще одной головной болью фермеров причем не на один месяц развитие головастиков занимает до двух лет в результате фермеры начали нести убытки и их владельцам пришлось отказаться от мечты разбогатеть на лягушачьем мясе какое-то время предприятие обровило существовало за счет поставок охотников но отстрел лягушек привел к сокращению их популяции так что выращивание земноводных потерпела крах пчелы убийцы 1956 году генетик уорик эставан кер по просьбе пчеловодов решил скрестить обычных медоносных пчел распространенных в европе с африканскими планировать что гибрид унаследует физическую силу и плодовитость африканских пчел а продуктивность его будет выше европейских эксперимент проходил в лаборатории около города риу-клару чтобы избежать произвольного скрещивания кер оборудовал улей сетками с мелкими ячейками прорезать через них могли только рабочие пчелы не способные к размножению матки и трутни были надежно заперты внутри все шло успешно пока другой пчеловод по какой-то причине не отодвинул заслонку с пасеки улетела 26 райок и на свободе пчелы гибриды начали скрещиваться с местными через несколько лет участились случаи нападения на людей африканизированные пчелы оказались не только продуктивнее но и агрессивнее европейских они нападали на любого кто появлялся в радиусе 5 метров от улья и преследовали врага на протяжении полукилометра зачастую укусы пчел приводили к смерти природа сама решила проблему африканизированные пчелы стали подвергаться болезням из 2005 года наметился упадок колоний ядовитая жаба ага 1930 годах фермеры клинсвинда страдали от нашествия вредителей на плантации сахарного тростника но вместо пестицидов предпочли завести из соединенных штатов америки жабу ага известную также как тростниковая жаба австралийцы ожидали что она поест вредители и сельское хозяйство продолжит процветать но у земноводного были свои планы вредителями жаба не заинтересовалась в отличие от других насекомых более того на новом месте земноводному понравилось и она начала быстро размножаться после выяснилось что жаба ага очень не давито и для многих местных животных попытка полакомиться амфибией заканчивалась смертельным отравлением местные жители пытались бороться с возникшей угрозой но безрезультатно жабы продолжали распространяться нанося вред не только фермерским угодиям счастью природа взяла все под свой контроль нашли звери и птицы которые сочли тростниковую жабу хорошим обедом так пищевая цепочка восстановилась на этом все оставляйте комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал кто еще не подписан впереди много интересного до новой встречи на проекте популярная география всем пока субтитры добавил DimaTorzok о у